Проблема вросшего ногтя Проблема вросшего ногтя достаточно распространенная на сегодняшнее время. К нам в клинику обращаются пациенты, дети, взрослые. Родители приводят маленьких пациентов, начиная с 6 месяцев. Почему так происходит? Неправильная обработка вросшего ногтя, это я сейчас рассказываю по поводу деток 6-месячных, в основном родители неправильно обрезают ногтевую пластину. Зарезают боковые валики, ноготь воспаляется, происходит воспаление, и, соответственно, родители не знают, что делать, начинают бежать к педиатру, к хирургу. Дальше к нам обращаются подростки, 13-14 лет. У подростков есть такая проблема на сегодняшний момент, родители знают и поймут, они любят ходить в закрытой обуви. В закрытой обуви даже летом. Я всем своим пациентам говорю, особенно если это мужчины, они практически круглый год ходят в закрытой обуви. Стараюсь всегда донести, что лето – это как раз тот период, когда нужно ходить в открытой обуви, чтобы нога хотя бы этот период подышала, и пальчики были свободны, не зажаты в обуви. У подростков меняется гормональная система. В основном родители к такому возрасту, это 13-14 лет, перестают уже контролировать, и дети обрезают себе ногтевую пластину достаточно глубоко. У нас были подростки, которые делали, подростки более взрослые, там, 20-18 лет, делали сами себе самостоятельно укол в ногтевую пластину и обрезали глубоко ногтевую пластину. Ноготь через время начинает расти, впиваться в боковые валики. При воспалении ногтевая пластина размягчается, и ноготь становится как лезвие, оно, грубо говоря, режет боковые валики и режет кожу. Также среди причин врастания ногтевой пластины мы отмечаем лишний вес, трапециевидную ногтевую пластину, неправильную обработку ногтевой пластины. И мы должны всегда учитывать, что первый палец на стопе у нас страдает всегда чаще, чем остальные пальцы, потому что он упорный палец. На него при ходьбе идет большая колоссальная нагрузка. Первый палец у нас страдает, и последний палец – это мизинец. И самая частая проблема, почему у нас происходит растание ногтевой пластины, это из-за того, что мы носим узкую обувь. Это просто проблема нашего времени, потому что узкая обувь, подобранная неправильно по размеру, доставляет очень много проблем. Первый палец на стопе соприкасается со вторым пальцем, второй палец и первый, они вместе в обуви соприкасаются, и когда второй палец давит на первый пальчик, ногтевая пластина от давления деформируется и уже может начинать растать, и от давления чрезмерного в боковых валиках образуется кожа. И наши пациенты считают, что если там образовывается кожа, то значит у нас вросший ноготь, и нам нужно его удалить. На самом деле там образование кожи большое, оно давит в боковые валики, разрастается и начинает болеть. Пациенты обрезают ноготь, и ноготь начинает расти неправильно и врастать в боковые валики в ткани ногтевой пластины. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok